Итак, встречайте, в нашей студии появился певец, скрипач, победитель конкурса Евровидения 2009, Александр Рубак. Здравствуй, Сашенька. Здравствуйте. Здравствуйте, мы пришли давать чек, как звезда, что-то благословит. Здравствуйте. Аплодисменты. Очень приятно. А скажи, пожалуйста, а ты без скрипки сегодня пришел? В этот раз, не, не, ну у меня есть скрипка, если хочешь папку. Ну, сюда не принес сегодня, да, с собой скрипку? Почему? Она есть у меня там в другом, в другом студии здесь. Нет, просто говорят, что она везде. Везде с тобой, везде, куда бы ты ни пошел, на работу, там, в магазин за хлебом. Нет, это карточка моя всегда с собой. Понятно. А то я думала, знаешь, если ты вдруг со скрипкой, то мы сейчас бы там мурку бы залабали, там еще что-нибудь, какую-нибудь песню спели. Слушай, скажи мне, пожалуйста, мне вот, я всем своим подругам рассказала, что ты сегодня будешь у нас в гостях, в шоу. И все говорят, боже, спроси у рыбака, где он сейчас живет? В Норвегии, в Украине, в России или в Белоруссии? Никто не может понять. Ну, очень хороший вопрос. Я чувствую себя таким... Гражданином мира. Ну, европейским во всех, евровиденским, если можно сказать. Сейчас я еще по-прежнему, когда я вот приезжаю сюда в Москву, по-прежнему я еще чувствую себя иностранцем. Но моя цель вот так вот вникнуть в вашу культуру, в настоящему понять, понять вашу историю, музыку вашу, чтобы это уже стало моя, чтобы не ваша стала наша. Ну, слушай, Саша, ну то есть не крия душой, Россия тебе нравится, правильно? Очень нравится, да, да, да. А знаешь, Арло, почему Сашка себя чувствует иностранцем? Ну, он просто выходит, знаешь, и вокруг столько европейских лиц, что он чувствует себя иностранцем просто. Да, это... Не русских, скажем. Ну, нет, тогда ты не был, ты был в Осло? Ты был в Осло? Я в Осло не был. Там гораздо больше иностранцев, там у нас, у вас здесь Китай город, а китайцев нету. А, у нас тут Таджик город и так далее и тому подобное, ну еще нормально. Нет, она же пыталась проехать в Осло на танкере, но ее не пустили. Меня не пускать, я вот куда-нибудь приезжаю. Почему? Слишком красивая. Да, я очень красивая, женщина, вы очень красивая, но очень толстая, танкеры вас не выдерживают, понимаешь, мы можем утонуть. Так, ладно, это такое. Значит, ну где ты больше сейчас живешь? Все-таки в Норвегии или в России? Я живу в Саквояже. В Саквояже, то есть ты с чемоданом все время. А скажи, пожалуйста, а вот ты очень популярный сейчас в Норвегии, после Евровидения стал артистом? Ну, я и сам я такое не могу, что я буду сейчас хвастаться на радио. Что у нас все хвастаются, и ты хвастайся. Я страна маленькая, Норвегия. Развернуться негде, денег меньше. Нет, денег у нас очень много, и живой это нормально. Нет, просто это больше как... Я уже давно был Саша, Саша Рыбак уже был давно соседом для всех, понимаешь? Это малюсенькая страна, и все там, а, привет, Саша, как дела? Хотя они никогда меня не видели. А хочется, чтобы же называли королем все-таки, да, понятно. Не хочется. Не хочется еще пока. Ладно, дорогие друзья, у нас сегодня пока еще единственный человек, который еще пока не хочет, чтобы его называли королем, Саша Рыбак. Принцем лучше назначить. Хорошо, маленький принц Саша Рыбак со стрипочкой. У нас через несколько минут будет игра, называется она «Голая правда». Вопрос про Сашу. Набираем номер телефона 9-9-5-5-7. Раздеваться надо, игра называется «Голая правда». Так приятно, слушайте, сидит прекрасный, красивый Саша Рыбак, разделся, все-таки говорит, говорит, Белка, ты красивая баба, конечно, игра гулая, правда, можно я разденусь? Ну, я не стала сама просить, он сделал это вместо меня, да. Очки не раздел, всего вечера мочкарик. Да, сиди в очках, мне все равно главное видно. Саша, почему ты так легко сделал, как будто тебе приходится раздеваться часто, часто приходится раздеваться, нет? Ну, на корпоративе. Перед Беллой первый раз, да. Ну, перед Беллой понятно, потому что он тебя не болит. Ну, я загадать желаю, да? Не знаю, и сюда уже. Слушайте, значит... Ты только халат одел, все, сейчас опять. Значит, с кем играть будем? Юлечка у нас нас. Юлечка, здравствуй, малышка. Здравствуй, здравствуй, Белла. Моя хорошая. Привет, Юля. Юлька, ну ты сейчас с Сашкой будешь рыбаком играть, я прямо не знаю, слышишь? Сашка, у тебя есть девушка? О-о-о-о, нет. Нет, девушки, Юлька, у тебя есть молодой человек? У меня есть муж. Юля, извини, пожалуйста. Мы тебя поздравляем. А муж, он молодой человек? Ну, да. Ну вот, поздравляю. Значит, так, Юлька, скажи, пожалуйста, Юлька, у тебя есть какой-нибудь талисман? Да, у меня есть маленькая серенькая мышка. Живая? Она в кармане. Нет, нет. А, господи, дохлую мышку носишь в кармане. Мама девушка, Юлька. О, я тоже, это так по-норвежски. Да. Значит, так, Юлька, значит, такой вопрос. У Сашки Рыбака, у него тоже есть талисман, между прочим, чтобы ты даже не сомневалась. Значит, три варианта ответа. Своим талисманом Саша считает, первый вариант ответа, галстук бабочку, в которой он был на Евровидении, да, в Москве в 2009, второй вариант ответа. Это запонки, на которых изображена его скрипка известная. И последний вариант ответа, это черные шелковые носочечки, в которых Сашка тоже выступал на Евровидении. И ходит до сих пор. Он у них до сих пор ходит, потому что они ему тогда удачу принесли. Он, ну как не стирает, он когда спать ложится, он снимает и как бумеранги ставит, значит, как сапоги прислоняет к батарее на проветривание. Итак, Юлька, твой вариант? Ну, если так, по логике, наверное, скорее всего запонкинка с криткой. Серьезно, Саша, это правильно? Молодец, это очень даже правильно. Юлька, ну ты молодец, я вот долго думала, что тебе подарить. Носки. Но они уже дырявые, но они уже дырявые. Нет, Сашка готов расстраться со своими носками, на которых был на Евровидении. Все-таки не талисманы же. Да, все-таки, Юлька, мы тебе подарим подарок, обязательно оставайся с нами на линии. В гостях у нас сегодня Саша Рыбак, мы через две минуты продолжим. Не переключайте, что ты хочешь. Ну, подожди, кстати, про вот эти талисманы, а как давно это у тебя появилось? То есть, начиная с конкурса или... Да, это так случайно, мне журнал подарил эти талисманы, ну, в норвежском отборе Евровидении. И после этого, ну, потом я прошел дальше, потом опять в полуфинал прошел, и с полуфинала на финал, и так я решил, что интересно, что это из-за песни, не, наверняка из-за запаха. Вот, огурцов, тебе сегодня колбасу подарили. Да, это мой талисман, у меня же колбаса, конечно. Может, колбаса будет твоя талисман? Да, да. Тебе, Орлов, ты рот не открывай, потому что ты у нас вегетарианец, не ешь колбасу. Слушай, Сашка, скажи, а ты вообще ешь мясо? Да, 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 конечно. Нормально? Мне нужно, я очень часто тренируюсь в тренажере, ну, сейчас уже три месяца не тренировался, у меня сейчас застроли были. Зато летом, да, тренируюсь, и очень важно есть протеины, как называется, белки. Белки, да. Да, значит, молодец. А ты слышишь? Да, 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 очень слежу за этим. А что ты не привез? Вот нам, я, конечно, извиняюсь, может, я какой-то неправильный вопрос отдаю, ну, как-то так. А что ты нам рыбы с Норвегии не привез? Говорят, у вас там такая рыба вкусная. У вас слишком много уже рыбы. Я здесь вижу, я езжу по Москве и вижу каждый ресторан, написано, что у нас японская кухня. Так мы хотели на грешской рыбы, а не на японской, которую словили в Северике. Нет, так лосось это лосось. Не важно, японец или норвежец приготовит. То есть, ясно, все, поняла? Не дура, сижу, сижу, улыбаюсь. А я бы больше удивился, если бы на каком-нибудь ресторане московском вы говорили, что у нас нету европейской кухни. Тогда бы я удивился. И рыбу не спрашивайте тоже, это все в названии ресторана. Да, товарищи, значит, через две минуты мы услышимся, пока музыка, давайте. Песню, которая называется «Мир, в котором я живу», Саша аплодировал, стоя, я вам хочу сказать. Значит, Сашенька, скажи мне, пожалуйста, милый ребенок, такую вещь. Значит, вот почему-то многие иностранные, ну ты у нас иностранный гость, да, иностранная звезда, все-таки европейская звезда, да, пока, пока еще не получила российское гражданство. А у тебя вообще гражданство норвежское. Значит, все едут в Россию на корпоративы зарабатывать бабло, потому что считается, что в России платят больше. В Норвегии как платят? Вот на корпоративах, на концертах меньше, чем у нас или больше? Ну это... Есть ли они вообще корпоративы? Обычно многие артисты, которые уже 40-50 лет в шоу-бизнесе, они, их Америка, например, забывает, да, а Россия, мы их еще любим. Так что поэтому для них гораздо больше деньги здесь, в корпоративах. А у меня так получается, что просто я езжу по Европе... А ты просто катаешься, да? Да. Туда сюда, мир посмотреть, себя показать. Там, да, и деньги заработать, и там, и здесь. Слушай, а дорого вообще ты за концерты свои берешь денег? Ты дорогой артист? Это смотря что... Ну, понимаешь, мне очень приятно, когда... Хорошо платят, да, понятно. Когда меня приглашают на свадьбу, там, или... Ой. Ну, да, женится человек в седьмой раз, да, это очень-очень приятно. Особенно если в седьмой раз, это очень весело. Потом, ну, разные такие корпоративы, тогда, конечно, это за деньги. Ну, потом есть еще не обязательно благотворительные концерты. Ну, например, у меня есть такой проект, что я работаю с талантливыми детьми и приезжаю в какой-нибудь локальный, ну, в город какой-нибудь. Маленький городок. Да. И заранее именно, два-три дня перед концертом, именно чтобы познакомиться с ними, порепетировать с ними. И я делаю такие аранжировки для струнного оркестра. И это гораздо мне интереснее, чем приехать на лимузине два часа перед концертом, да, с солнечными очками. То есть ты такой не очень звездный, да? Иногда звездный, иногда не звездный. Ну, выделываешься иногда, да? Самое главное, в музыке они звездные. Хорошо. Нет, что я говорю? Нормально-нормально. Мы все сказали, мы все записали. Значит так, насколько не звездный Сашка Рыбак в музыке, мы сейчас узнаем. Маэстро, берите инструмент, пожалуйста. Ладно. Все-таки я выцогонила стригу. Ну, давай посеем интригу, ну, давай немножко попозже. Ну, что же все. Подожди, попозже все-таки? Попозже что-нибудь еще сыграю. Да, мы давай расскажем о том, что совсем скоро вы услышите, насколько Саша не забыл русский язык, насколько не забыл русский фольклор и песни. И через некоторое время он, взято, сыграет нам. Да, подожди секундочку. Я говорю, Сашка, скажи, я вот этот вопрос, боже, вынашивала, я ночь не спала перед тем, как... Ну, я вообще ночь не спала, свои фотографии положила рядом на подушке. Все, лежу, молюсь, думаю, сплю на новом месте, приснились рыбак невесте. Скажи мне, пожалуйста, по поводу русского фольклора. А ты материшься на русском языке? Ну, матюки, ты знаешь русский? Калуфейки сейчас произносить не надо. Кажется, не надо, нет, и вроде бы научился, что такое, но я... Единственное, что я слышал, это когда русские люди приезжают в Норвегию, я что-то такое нечаянно говорю по-норвежски, они говорят, что ты сказал? Я говорю, нет, 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 это, например, это значит, на норвежском это мы работали сегодня. А мы с тобой, Вимо поебан сегодня, Орло, вот сегодня, вчера и так всю неделю. Мы работали, аж не нормально, я выучила норвежский, ребята. Короче, петь будем сейчас через две минуты, пока мы работаем, вы же понимаете? Я сижу слезами обливаюсь, как жаль, что я уже старая потыканная эндатра, и мне не светят такие молодые, прекрасные самцы из Норвегии, как Саша Рыбак. Скажи мне, пожалуйста, Сашенька Рыбак, вот ты носишься то в одной стране, то в другой, у тебя вот эти мировые туры, эти все, знаешь, Леди Гага на подтанцовке, Мадонна на бэк-вокале и так далее, тому подобное. Скажи, пожалуйста, в какой стране ты собираешься найти себе невесту? Как это должно произойти? Потому что бабы замуж хотят страшно, понимаешь? Понимаете? В чем дело? Они пошли бы на волосы, я вам все сейчас расскажу. Давай. Последние полтора года я почти не был здесь в Москве, потому что моя девушка не давала. Ты посмотри какая. Я был с девушкой два года примерно, но мы сейчас уже расстались, к сожалению. Это было сразу после Евровидения, да, получается? Ну и год после Евровидения, да. Так, хорошо, да. Так что мы в течение этих двух лет встречались, может быть, не знаю, 30 дней вместе всего. А, из-за гастролей? Из-за гастролей моих, а она врач, так что она все время хотела... Лечить тебя, все время лечила тебя? Не, 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 она 3-4 месяца уезжала в Африку, в Южную Америку и все, и надеялась, что я могу за ней поехать. А я, а я... Там в Африке, ты понимаешь, дело в том, что Африка, это там как раз страна, в которой вот любят творчество Александра Рыбака. Обожают Евровидение, да. Да, там вообще Африка просто пищит. Да, да, да. Так, значит, врача мы, значит, на больничный отправили, что дальше? Так что сейчас же я холостой, так что сейчас наконец-то... Подожди, так вы именно из-за этого расстались, что... Именно из-за этого я в Москве сейчас. Ах, вот оно, скажем, да. А, значит, ты сейчас отходишь от вот этих сердечных ран, значит, ты сегодня в Москве. Значит, где ты завтра будешь гулять в Москве? Скажи, пожалуйста, куда нашим девкам московским подбегать, искать тебя, знакомиться с тобой? В квартире? В квартире. Отлично, мне нравится рыбак, товарищи. Конкретно, приходите, девочки, в квартиру чего-то в саду, в Александровском саду на лавке сидит. Это гостеприимство, гурцов, европейское, понимаешь? Норвежское. Норвежское, мы такие скромные. И всех приглашаем. Значит так, ребята, всем внимание, что где, когда у нас перерывы, у нас музыкальная пауза, сейчас Александр Рыбак берет свою волшебную скрипку. Александр, возьмите, пожалуйста, да, воду. Мне нравится, Гурцова достала огурчики, вот эту вот водочку достала. Ну какая водочка, ну что ты сейчас, люди, потому что алкоголичка какая-то. Я не пью на работе, о чем ты говоришь? Александр, давай, убирай подклад, значит, такой маленький. Пой со мной, Белла. Я буду петь, только скажи, что петь. Такое красивое имя, такая красивая девушка. Ты сейчас в Италию только не едь, потому что там все тебя будут называть Белла. И всех других тоже, совсем запутаешься. Боже мой, что ты, хорошо, называйте меня Беллиндец. Ну, давай. Ладно. На недельку до второго я уеду в Комарова, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом, кораблем и водолазом. Там себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова. Я за то. Я тоже, я согласна. Да все, все, сразу. Молодец. Молодец. Дорогие друзья, живое выступление, живой концерт прошел только что в Йоркшоу на русском радио. Легендарного артиста, культового певца и музыканта. И Холостяка. И Холостяка. Ну, я думаю, что уже после этой песни нет, уже всем все понятно стало. Александра Рыбака. Значит, Александр Рыбак, скажи мне, пожалуйста, ты в школе-то учился вообще или всю жизнь вот это мыкался по сцене, туда-сюда, туда-сюда гастроли? Учился, учился. Учил что? Ну, ну. Даже сейчас после Евровидения, учим, сейчас вот последний... Учишься в школе до сих пор? Последний год я все-таки решил закончить... Вечернюю школу пошел. Да, скажем так. Или лучше даже закончил консерваторию, получил самую лучшую такую оценку и все у меня с теплом, по скрипке. Я тебя сейчас спросила, просто у нас сейчас будет игра, называется «Звезда. Три вопроса будет тебе, три вопроса слушателю». И если ты справишься с вопросами, значит все у тебя будет хорошо, мы тебе подарим приз, это будут настенные часы от русского радио. А если нет? А если нет, малыш, ну ты... У нас кто получает второе место, тот выигрывает королевскую ночь любви с тетей Белой, то есть со мной. Ты понимаешь, чем это для тебя шревато. То есть для меня и так, и так все вы... Для тебя и так, и так все плохо, да. 9-9-5-5-7, наш телефон, код Москвы, 8-4-9-5. Йо-шоу. Самые умные, сейчас разберемся. Звезда против. Кто тут за? А кто тут против? Есть звезда. А есть вопросик. А скажите нам, Филипп? Так, Филипп походу влип. Ну что, дорогие друзья, Йо-шоу, да что-то я себя плохо слышу, господин Орлов. Значит, Йо-шоу... Ну, так ты на себя пеняй, Гурцов, возраст. А где, кто ворует у меня вечно мой слуховой аппарат? Скажите, пожалуйста, не вы ли? Это не я. Значит так, в гостях у нас сегодня Саша Рыбак. Человек, который закончил школу с золотой медалью, да? И сейчас я здесь у вас. Добрый вечер. Да, сегодня ты здесь у нас. Россия, маленькие города, большие города. Всех я вас люблю. Слушай, а ты завтра летишь куда? Ты завтра в Норвегию летишь? Завтра в Норвегию, да. Слушай, давно я не была в Норвегии. При себе вообще-то никогда не было. Так учиться в Норвегию страшно. Вот прямо, ты знаешь, вот какая-то вот... Вот с детства, ты знаешь, я вот как помню себя вот с двух лет. Я уже была маленькая, толстая такая, знаешь, девочка весела. Вот прям с двух лет была мечта. Вот попасть в Норвегию и все. Ты можешь поехать в Сибирь, там почти то же самое, только гораздо все дешевле. Вопрос снимается как дурацкий, все понятно. В общем, намек не понят. Конечно, я наткнулась на стену нечеловеческого непонимания. Ну ладно, вследствие. Я опять же гостеприимство. Гостеприимство, вот оно, норвежеское гостеприимство. Чухай, девочка, на вам. Лучше Сибири. Да. Значит так, мы будем играть с Аленой из Воронежа. Здравствуй, Аленочка. Здравствуйте. Здравствуй, Алена. Алена, ты даже всю жизнь мечтала побывать в Воронеже. Прям не знаю, как туда попасть, некому поехать просто. Ты понимаешь, Алена? К нам приезжайте, мы всегда вам рады. Спасибо. Вот видишь, Саша, как наши русские люди добрые. Как надо. Как надо. А не на север отправлять. Значит так, Аленка, три вопроса тебе, три вопроса Сашке. Тот из вас, кто дает большее количество правильного ответа, тот, соответственно, и чемпион. Значит, тебе первый мой милый вопрос. Как называется орган слуха? Ухо. Ухо. Орган слуха это ухо. Это правильный ответ. Конечно, я согласен. Я тоже так же ответил. Ну, Саш, тебе сейчас будет твой личный вопрос. Скажи, пожалуйста, а как называется опера в трех актах Джузеппе Верди, написанная в 1850-1851 годах? Это неправильный ответ. Я не знаю эту оперу. Нет. Ой, забыл уже. Ну, такая, знаешь, такая еще, такое название некрасивое, если честно. Я как первый раз услышал, думаю, боже, как можно было так назвать оперу. Ну, ладно, уже забыл. Ригалетто. 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 Конечно, это Ригалетто. Даже не буду делать вид, что слышала. Хорошо. Значит так. Ленка, тебе второй вопрос. Какого цвета была шапочка у девочки в сказке Шарля Перо? Ну, помнишь, там была одна безумная, бегала с пирожками туда-сюда, от бабушки к дедушке, от дедушки к бабушке, с дровосеками тусовалась. Вот, зараза, малолетняя. Потом еще и волк съел. Красная. Красная, конечно. И с охотниками закончила. Да. Ну, там девочка, конечно, неразборчивая была совсем. Ну, это вообще, это плохое воспитание дала мать. Ну, хорошо. Ну, там мать тоже еще была талка. Галичка отпустить маленького ребенка в лес к бабушке. Ну, ладно. Так, Сашка, тебе второй вопрос. Знаешь, есть такая страна, называется Гватемала. Да. Это вопрос? Я ответил. Нет, это был бонусный вопрос. А теперь вопрос, связанный с Гватемалой. Значит, как называется денежная единица Гватемала? Вот у нас рубли, в Украине гривны, у вас в Норвегии что? У нас в Норвегии рыба. Рыба, да. Вы рыба рассчитываете. Понятно. Хочешь прийти в ночной клуб, пожалуйста, приноси два килограмма, значит, лосося приносишь, кладешь, тебя пускают. Дальше. А в Гватемале? А в Гватемале, я не знаю, может быть, я знаю, что у них такая реформа была сейчас последние два года, но когда я был там три года назад, у них были гватемальские рупи. Рупи были. Так что, ну, может быть, уже изменилось. А я думала, что рупи это в Индии, оказывается. Ну да, но в Гватемальске тоже. Ну так с ним рассчитывались там рупиами, понимаешь? В Гватемале, где рассчитывается индийская рупи. Денежная единственная. На самом деле, правильный ответ – кецаль. Или кецаль. Уже изменили? Ну ладно. Изменили, Саш, да. Ты только выехал, сразу изменили все. Так, Лен, к тебе последний сложный вопрос на математическую тему. Сколько будет? 100 плюс 1, Лен. 101. Моя ты девочка. Вот я как чувствовала, я знала, в Воронеже живут самые умные женщины страны. Молодец. Правильно. Три правильных ответа. Ну и последний, конечно же, вопрос Сашки. Сашка, скажи, пожалуйста, как называется ядерный процесс, при котором возникает гамма-излучение? Это телевидение. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не, малыш, это называется гамма-распад. Я не хочу тебя расстраивать, но ты, Сашка, проиграл. Ну я по-норбезски, как всегда, сказал, ответил, и получилось. Сашка, не знаю, радуйся или плачь, но ты выиграл сегодня второй приз. Я очень радуюсь за тебя, девушка моя. Ленка, он радуется за тебя, чтобы ты выиграла на сеные часы, и радуется за тебя, потому что он выиграл Королевскую ночь любви вместе со мной. Да. Я, кстати, тоже очень-очень. Все довольны. И, смотри, напросилась в Норвегию все-таки. Напросилась в Норвегию, да. Гостяк, у нас сегодня Саша Рыбак. Дорогие друзья, Сашунь, я тебе, знаешь, еще что хотела спросить? А ты вообще вот создаешь впечатление такого очень приличного молодого человека? Такое впечатление, да. Ну да, вот такое впечатление. Ты скажи, насколько это правда? Вот глядя на тебя, мне кажется, что ты не пьешь, не кудешь, не ругаешься матом, не тусаешься. А почему ты думаешь, что не пьешь? Ну не знаю, пьешь. Ну сейчас не пьешь, а не пахнет, типа? Не-не, ну в принципе, расскажи, как ты отдыхаешь, куда ты ходишь, там, тусуешься ли ты в ночных клубах, на дискотеках, караоке, там, я не знаю, выпиваешь, гуляешь, дерешься с кем-то, попадаешь в какие-то скандальные всякие хроники? Многие хотят драться со мной, просто я очень многих провоцирую, но я также могу и как это, извиваться из разных ситуаций, и всегда у меня гораздо... Ты словесно уходишь от проблем. Можно сказать больше, да-да, что у меня гораздо лучше язык, чем рука, и не надо шутить об этом. Ага, ну понятно. Ну, а ты слушай, где ты вообще любишь, в каких заведениях ты любишь отдыхать? Ну, это не... Вдруг сейчас дети слушают, да? Нет, я не об этом, я имею в виду, это стриптиз-бары какие-то, это рестораны, это пивные какие-то, бабы. Скажем лучше рестораны, да. Рестораны, прийти поесть, любишь поесть, да, все-таки, ну правильно, вот это нормально. Все в порядке, все, я для себя выяснила... Опять же, Курцов, вот он сказал, я сейчас приеду домой, в Норвегию, первое, что я буду делать, это отсыпаться. Просто тупо спать. Трое суток. Один совсем. Да? Ну не переживай, я поднимусь, сейчас эфир закончится, я еще завтра летела, у меня завтра еще вечером эфир, и я в субботу поднимусь, так что я тебе не позволю там спать одному. Скажи, а у тебя там, у тебя дом в Осло, или где-то возле... В Осло, у меня квартира в Осло, такая... Купил, кредит взял, снимаешь. Можно похвастаться? Похвастаться, конечно. Такая шикарная, шикарная квартира, вид на море, чайки поют. Чайки поют? Да, в 5 часов утра, это как раз, может быть, не самая позитивная, но зато там продаются для ушей такие, как называется. Беруши, да. Ага, так ты скажи, это твоя квартира, ты ее купил, или ты снимаешь? Купил. Собственные деньги, да, видишь? А сколько там стоят вообще квартиры, потому что в Москве, слушай, так дорого, я даже живу в коробке из-под холодильника. Я думаю, здесь дороже, чем в Норвегии. Чего это понятно? Ну, моя стоила миллион долларов примерно. Около миллиона долларов, так сколько у тебя там комнат? Ну, сейчас уже полтора миллиона долларов стоит, так что... А, бизнес сделает, бизнес сделает, понимаешь? Бизнес сделал, если я бы продал ее. А будешь продавать москвичам с пометкой квартиры Александра Рыбака, понимаешь? Она будет стоить 5 миллионов долларов. Они, москвичи, нанимают квартиру мою. Да? Вот она, как, знаешь, экскурсию водит. Самое, самое внутри. А я думала, слышишь, где мне, вот если я приеду в Остал, где мне остановиться в гостинице деньги на трактах? А я так буду в квартире за миллион с видом на море, чайки поют с 5 часов утра. А ты еще как чайку не сповезла себе. Да, я как чайка тоже буду стоять на вакуне и отбугивать этих чая противных. Слушай, Сашка, вот вопрос о друзьях спрашивают нас на смс-портале нашем. Как с друзьями быть? Потому что, понятное дело, после Евровидения у тебя появилась куча, ну, скажем так, новых друзей. Появилось новых друзей в бизнесе, новых приятелей, конечно. А все такие друзья, они, наоборот, гораздо меньше их стало. Да? Да. Они совсем сразу, там, типично, они хотели просто сразу, они сразу поняли, что все, с ним уже мы не можем разговаривать. Там они позвонили мне в ночь, когда я выиграл Евровидение. Я уже отключил... Телефон отключил. Телефон, я спал, скажем, и телефон отключил, и тогда я проснулся к многим смс-ам от друзей моих. Ну, я думал, что они мои друзья были, да? И там сказали, ну, Саша, все, ты зазвездился. А, вот так? Я ответил одну ночь, и все. Зазвездился сразу? Ну, и слава богу, что отпали такие друзья, то потом бы денег отдалживали. Часто у тебя деньги отдалживают? Еще раз. Ну, деньги, знаешь, в долг берут у тебя часто? Нет, нет, нет. Зато я очень люблю обед им. Платишь и платишь за обед, да? О, ясно, слушай, так хочется поужинать сегодня. Вот, да, вот, да. Хочешь в Норвегии. Больше, больше хочется в Норвегии, понятно. И в Норвегии хочется и поесть, хочется, вообще все хочется. Я не один такой. Хорошо, значит, Сашенька, время наше подходит к своему логическому завершению. Мы хотим, чтобы ты, перед тем, как мы тебя отпустим до того, до следующего момента... Оделся опять. Да, чтобы ты оделся раз, вот, и пожелал всем нашим слушателям, чего-то хорошего. Знаете что, я вам желаю, самое главное, конечно, здоровья, успех, чтобы вы любили ваших близких, потому что они вас любят. Но самое главное, это сон. Нужно много-много спать. Вот так вот, значит, спокойной ночи, дорогие друзья. Тем более, время уже позволяет это сказать. Спите по отдельности, спите друг с другом, Саша хотел сказать. Спите, как получится, ну, спите, да. Позволяйте себе такую роскошь. Ну, а сейчас пока Сашка еще не оделся, мы еще сфоткаем его, правильно? Да, сейчас мы Сашку сфоткаем на фоне нашего Сити-Лайта, русское радио. Выложим в Твиттере, так что ищите там на странице русское радио, на странице Макса Орлова, на странице Беллы Гурцовой. В общем, ребята, все у нас с вами будет хорошо. Спасибо вам большое, что слушали Беллу, Макса и Александра на русском радио. Ну, самое интересное, Макса Орлова, понимаешь, это первый раз в жизни Александра Рыбака, когда его никто не попросил спеть песню «Фэрри Пил», понимаешь? Никто. А за чего я не попросила? Я не напросился. А за чего я не попросила, Саш? Потому что я понимаю, что это просят везде на каждом интервью. Да. Знаешь, это зачем? Зато я сейчас спел с прекрасной Беллой Комарова. Все, Сашунь, тебе огромное спасибо, малыш, за то, что ты сегодня к нам пришел. И вам спасибо. Не последний раз. Вот, все, иди высыпайся, и завтра мы с тобой летим в Норвегию. Все, малыш, пока-пока.